Ребята, всем привет! Меня зовут Агейна Анастасия, я лектор школы Маркерского, художник-график, а также студентка архитектурного института. Поэтому данная тема, которую мы сегодня затронули с вами, она мне очень близка, она очень любима. Я обожаю город Санкт-Петербург, хотя сама родом из Москвы, но очень часто поддерживаю Санкт-Петербург. Для меня это место силы, место дикого притяжения, поэтому, кто его знает, может быть, когда-нибудь я стану жить в Петербурге и смогу себя хотя бы немножечко называть петербурженкой. Город прекрасный, любимый многим, чарующий, волшебный, поэтому сегодня выбор пал именно на него. И я подготовила для вас сразу несколько локаций, очень таких узнаваемых, красивых, ярких, и мы сегодня их изобразим в такой очень легкой технике скитчинга. Будем использовать с вами только, в моем случае, линеры, да, то есть вы должны найти любой материал, абсолютно любой материал, инструмент, который дает линию. Это может быть синяя ручка, черная ручка, линер, файн-пен, какой-то очень тоненький маркер, изограф, рапидограф, перо, все, что будет абсолютно. Ребята, ни в чем себя не ограничиваем, рисуем всем, чем хотим. Я буду рисовать линерами от скитч-маркер, вот такие вот белые линеры, я думаю, вы их знаете хотя бы зрительно. И буду использовать две-три толщины. Не буду загадывать раньше, сколько там всего будет толщины у нас, потому что это трудный вопрос, вы об этом узнаете уже в процессе, ну или если прочитаете, какие инструменты использовал вектор до урока, потому что в процессе иногда бывает такое, переклинивает и хочется взять потолще линер, потоньше, но стандартная толщина, которую мы будем использовать, это 0,05, 0,1 и 0,2. Вот такие вот толщины стандартные нам понадобятся. То есть 0,05 мы будем делать какие-то небольшие детальки, 0,1 общие планы, общие контуры, общая линия и 0,2 какие-то заливочки интересные сделаем. Что ж, давайте тогда поговорим о бумаге, а то что же, о чем рисовать-то будем? Рисовать мы с вами будем на любой бумаге, которая вам только нравится, это может быть скетчбук, это может быть отдельный кусочек бумаги, это может быть все, что угодно, но что я вам советую? Я вам советую брать плотность бумаги, плотность листа от 100 грамм на метр квадратный. Объясню, почему. В целом, все вот эти графические инструменты, которые я перечислила чуть ранее, то есть линер, зографы и так далее, они не сильно просвечивают бумагу. То есть даже если вы возьмете офисную бумагу А4 и какой-нибудь линер по типу 0,1, 0,2, ну да, он немножечко сделает какой-то просвет, но это будет незначительно. То есть это не важно, это не главное, но для вашего комфорта, для какого-то очень красивого насыщенного цвета, для приятной работы я советую использовать бумагу от 100 грамм на метр квадратный и выше. Также по текстурке и фактурке, текстурке и важно взять гладенькую бумагу, потому что все вот эти линер, изографы и так далее, они имеют тоненькие наконечные, которые часто портятся, вот особенно по моему опыту, да, я очень много рисую именно такими инструментами, и очень часто они у меня портились как раз из-за качества бумаги. Поэтому, когда вы ее выбираете, важно потрогать ее на ощупь, вы ее потрогаете, и она должна быть очень-очень-очень-очень гладенькая, такой вот, прям вот, ну, гладенькая, я не знаю, с чем сравнить, но никакого эффекта скорлупки, никакой зернистости, просто гладенькая, приятная бумага, чтобы линер по ней прям скользил, чтобы этот наконечник скользил, чтобы нигде он не застревал, ни в какие вот маленькие вот эти вот щелочки какие-то и так далее, потому что бумага для акварели, например, она не подойдет, а бумага для маркеров класс, она будет прекрасно просто работать, потому что она как раз имеет вот такую гладкую, даже, я бы сказала, где-то глянцевую, такую худоснову, очень приятно. Главное, чтобы линер не растирался. Попробуйте отдельную бумажку, да, отдельный кусочек какой-нибудь, порисуйте линером и попробуйте потом вот так вот по бумаге поводить пальчиком там или еще чем-то. Растирается линер или нет? То есть линер все-таки должен впитаться в бумагу, это важно, чтобы у вас потом все это не превратилось в грязь. Какую бумагу буду использовать я? Я взяла вот такой вот скетчбук размером 20 на 20 сантиметров от скетчмаркер. Плотность я его не скажу точно, где-то 160 грамм на метр квадратный, я думаю, точно есть. 140-160, поэтому бумага приятная, бумага подходящая, можете взять тоже скетчбук, повторюсь, или на отдельной бумаге рисовать, или на скетчбуке. У нас с вами будет сразу несколько рисуночков, да, мы их расположим, композиционно с ними поработаем и у нас будет вот такая вот как общий разворотик, разворотик с красотами Санкт-Петербурга. Что ж, хватит болтать, давайте начинать. Итак, первый кусочек, панорамка всего нашего разворота будет вот такая. Мы с вами нарисуем вот такой вот вид на стрелочку Петербурга. Первое, с чего мы начнем, с вами я возьму ноль второй линер, и первое, с чего я начну, это я нарисую, давайте все-таки, но первый, я нарисую вот такую горизонтальную линию, немножечко отходя от края листа. Сделайте ее двойной, не старайтесь сделать ее по линейке, это будет смотреться некрасиво, неживо, нам подобная история не нужна, но важно показать красивую живую картинку, поэтому рисуем горизонтальную линию, где-то ее можно даже сделать вот такую вот плотненькую, это будет смотреться круто и здорово. И следующее, что нам нужно с вами сделать, это поделить мысленно, вот эту вот линию, как будто вот она наша панорамка, которую мы хотим нарисовать, поделить ее там на какие-то определенные части. Я лично хочу сделать вот такой вот разрезик, это будет здание слева на переднем плане, вот такой, вот такой и вот такой. Поэтому первое, что мы с вами нарисуем, это будет здание на переднем плане, вот оно. Давайте проведем с вами вертикаль, не забывайте, что есть небольшая толщинка как бы низ нашего с вами здания, его можно, кстати, вот так вот вертикально заштриховать, будет красиво смотреться. Если у нас такая детализация появится, лишним, как говорится, не будет. Далее мы с вами будем рисовать крышу. Давайте сделаем вот такое здание, немножечко перспективки добавим, то есть немного линия пойдет чуть-чуть вверх, вот в ту левую сторону. Поделим наш с вами фасад на вот эти линии, раз-два, раз-два, и в целом поделим его еще напополам, потому что у нас тут окошки и фасад карнизиков разделен напополам. И сюда добавим толщинки. То есть сейчас самое важное, что мы должны сделать, разделить тот, ну вот в данном случае, да, это архитектура, тот дом, который у нас есть, разделить его на некие геометрические секции. То есть это какие-то прямоугольники, это какие-то линии, это какие-то квадратики, вот такие вот, да, какие-то кусочки цвета архитектуры, да, трапеции какие-то небольшие. Мы все это с вами делим. У нас по итогу получаются очень такие простые, знакомые нам контуры. Сейчас я, кстати, немножечко здесь закрашу нашу с вами крышу. Она у нас там вся в тени находится. Сделаем вот такое какое-то отступление. И можно рисовать окошки. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Так вот простенько мы с вами рисуем окошечки. Дальше, что мы с вами делаем, это окошечки с левой стороны от нашего с вами разделения. Тоже там какие-то есть, можно вот эту тенюшку показать. То есть двигаемся очень быстро. Нам вообще в идеале, кстати, ребята, поставить какой-нибудь таймер вот сюда и смотреть, сколько мы с вами рисуем. Потому что подобный скетчинг, подобная техника подразумевает под собой, ну почти 90 процентов, это полинерная какая-то история, да, то есть срисовка с натуры и быстро-быстро-быстрый скетчинг. То есть быстрое подмечание каких-то деталях основных, композиционных историй и основного какого-то вот впечатления, да, передачи на него. Сейчас мы с вами рисуем колонны. Их у нас там, ну, 7-8, да, мы там 7 нарисуем, может быть. Между колоннами делаем вот такой вот эффект. Сейчас я вам покажу. То есть вот у нас есть с вами две колонны, да, раз-два, раз-два. Там у нас какой-то ордер красивый, внизу база. Между ними есть вот этот просвет. Полностью его вот так вот, да, залить какой-то тушью не получится. Ну, получится, конечно, но получится не очень. Что я вам советую? Я советую вам немножечко залить сверху и дальше провести вот такие вот толстые линии. Дальше залить снизу и тоже провести линии. И получится очень красивый такой эффект тени, который идет как бы снизу вверх. Поэтому сейчас мы делаем то же самое на нашей с вами панорамке. Вот у нас есть какая-то, да, там колонка. Еще давайте раз-два, три, четыре, пять, шесть. Ну, примерно, да. Ну, кто не будет высчитывать там их количество. Нам важно показать качество. Как вот вот детальки там какие-то, может быть, из-за этого выходит, да, на передний план. Можно какую-то толщинку сделать или это ордер там какой-то, да. На мой взгляд, по-моему, по-моему, ионически илиторически могу ошибаться. К сожалению, не увижу отсюда. Далековато мы находимся, не вижу, к сожалению. Вот. И вот такая вот у нас с вами получается история, переходящая в лист бумаги. Очень, видите, аккуратненько. То есть мы не резко закончили вот так вот на какой-то колонии. Мы сделали красивый такой переход в бумагу уже непосредственно. На крыше еще можно добавить каких-то таких вот элементов, да. Там, я не знаю, какие-то трубы, какие-то, может, антенны. Да все, что угодно можно добавить. Это сделает работу только интереснее, более проработанной сделает, красивенькой. Поэтому попробуйте обязательно подобавлять уже или вот на этом этапе, или в конце в самом какие-то детали на вашу работу. Будет смотреться намного изящнее. Далее, что мы с вами делаем? Прорисовываем следующее с вами задание. Тут опять вертикаль у нас идет. То есть, видите, мы вот эту часть разделили как бы на квадрат. И нам важно понять, где у нас самая верхушка находится. Для этого нам нужно провести линию. Ну, мысленно, да. Провести линию примерную. Она у нас где-то здесь заканчивается. И посмотреть, сколько нам нужно отступить вверх для вот этой вот верхней части здания. На глазик определяем эту высоту. И начинаем с основания. То есть основание у нас имеет какой-то такой вот эффект. Здесь оно как-то вот так надламливается. Стараемся быстро работать. Да, то есть вот тут опять не забываем про толщину какую-то. Здесь у нас идет ребро. Здесь наклонная часть. Можно вот эту часть вертикальными немножечко заштриховать. Потому что она у нас, видите, в тени. Также основание. Быстро-быстро-быстро, так знаете, полукруглыми какими-то движениями. Стараемся передать именно по тону. Не по деталям, по тону. Ребро выделяем также. Здесь есть какие-то окошечки. Их тоже можно показать. Там пусть они какие-то линии отделяются. Почему бы и нет, да. Кораблик мы рисовать не будем. Мы сейчас чисто про архитектуро говорим. Но если вдруг сильно хотите, можно и кораблик нарисовать. Почему бы и нет. Не забываем про окошки. И переходим вот сюда немножечко правее. Здесь у нас тоже очень красивая часть фасада. И она, видите, как-то вот горизонтально немножечко заштрихована. Ну, точнее, не заштрихована. Это я ее уже заштрихую. А так-то она просто у нас имеет какую-то горизонтальную подоснову. Так, делим ее на какие-то отсеки. Опять же, мыслим отсеками. Мыслим геометрией. Очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень важно. Не могу долго повторить это слово. Но думаю, вам это надоест. Поэтому, ребята, просто запоминаем это и используем. Дальше переходим уже выше. Рисуем. Вот опять же, видите, квадрат. Рисуем какой-то, да, прямоугольник-квадрат. Его уже начинаем делить на какие-то секции. Разделять его вот этими окошками красивыми, да. Линию стараемся делать живую. То есть я не стараюсь сделать ровное окошко с ровными переплетениями. Да ни в коем случае. У нас с вами живой скетчинг. Мы быстренько. Прям старайтесь, знаете, такой небольшой лайфхак. Старайтесь руку, да, линер не отводить от бумаги. То есть, например, вам надо нарисовать, ну, я не знаю, там какую-то, да, куполу и верхнюю часть. То есть старайтесь вот прям вот так вот вы идете, здесь какую-то дорисовали, здесь, я там не знаю, потом вот эти отсеки купола какого-то дорисовали, вверх пошли, здесь какую-то вот частичку, да, потом пошли вниз, вернулись. То есть мы вообще как будто не убираем линер от бумаги. Так линии получаются очень сложными, в них интересно выглядываться, потому что человек думает, что ага, сколько линий, сколько деталей, да какая же проработка, боже, лепота. И именно так и должно быть в скетчинге и в любом другом вообще стиле абсолютно, в графике, в живописи, в любом стиле ваша работа должна захватывать. А когда в ней много линий, которые сделаны очень живой такой вот подачей, да, это не может не привлекать внимание. Поэтому обязательно, ребята, пользуйтесь таким небольшим лайфхаком от меня, не убирайте линер с бумаги по возможности. Все равно где-то придется, иногда, да, устанет рука туда, туда-сюда, но вот старайтесь все-таки этого не допускать. Будет намного интереснее эффект, я вам и обещаю. Дальше мы с вами уже переходим немножечко левее, ой, правее в смысле, и рисуем уже непосредственно колонну. Колонну рисуем, примерно по высоте тоже отмечаем себя, чтобы не ошибиться, потому что вот здесь данные пропорциональные какие-то изменения, высоты основные, да, основные размеры, они будут видны. Поэтому мы должны, мы можем оплошать с какими-то детальками, с окошками, ну вот с чем-то таким менее значительным, да, но вот с данными детальными мы с вами оплошать не можем, к сожалению или к счастью. Пусть где-то все-таки есть и плюсы свои, и минусы свои, ну, впрочем, как и везде, как и всегда. Да, поэтому, ребята, рисуем очень-очень-очень внимательно, за вот этими вещами смотрим. Дальше у нас с вами идет туда-куда-то линия, да, наша с вами горизонтальная, и мы рисуем последнее здание. Его можно нарисовать 0,05 линии. Я, пожалуй, остановлюсь все-таки, наверное, на 0,01, и, зная себя, видимо, я 0,01 рисовать теперь все и буду, потому что, ну, как-то мне пока нравится, как смотрятся линии, смотрятся очень даже симпатично, самодостаточно, поэтому зачем нам еще добавлять какие-то толщины. Так, здание, по-моему, Адмиралтейство. Могу ошибаться, но если вдруг что, вы меня не кусаете. Я очень сильно извиняюсь. То же самое, сначала выясняем вот эту верхнюю линию, примерно, да, вот смотрим на верхнюю часть здесь, проводим горизонталь, ага, немного надо добавить, мы немножечко это добавляем, и все. И дальше потихонечку, вот сейчас используйте прям очень легкую линию, спокойную, не старайтесь сделать темные заливки вот этих окошек, там вот видите, окошко прям темное-темное-темное. Не старайтесь его так колонн сделать, не нужно, потому что у нас само по себе здание находится позади, и нам важно передать им на воздушную перспективку здесь очень-очень сильно, чтобы все это очень смотрелось гармонично и красиво. Поэтому здесь мы уже с вами не стараемся перерисовать прям досконально все детальки. Вот здесь вот, я не знаю, пусть какая-то дверка будет и так далее. Еще вы можете заметить, что они находятся не на одной линии, если стоят, а все-таки здания, они уходят все дальше, 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 дальше. Ну опять же, это вся наша воздушная перспективка так прияет, да? У меня, кстати, как-то много получилось этих разделений. Давайте сейчас вот так вот немного это исправлю вертикально, да? Ну и вот так вот, да? Вниз опущу, тоже немного добавлю вертикалик, и все. И позади там, вот видите, какая-то крыша идет, длинная такая, и мы линии эти уводим, уводим, уводим. Можно добавить небольшие штриховочки, но прям совсем слегка. И давайте линию на эту церковку позади нарисуем тоже. Ну прям совсем легко, прям вот буквально двумя-тремя линиями. Там еще какая-то уже идет архитектурка. Все. Чтобы мы с вами уже не замучили данный сюжет, данную панорамку. На переднем плане можно еще выделить вот эту вот часть, да, линию нашу горизонтальную. А теперь можно взять 0,2, да, все верно, 0,2 линок, и порисовать немного каких-то, знаете, столбов, фонариков. То есть просто линии прямые, какие-то точечки, какие-то окошки там, я не знаю, проработать. То есть вот прям вот берем, вот как я сейчас, без ускорения, да, и начинаем. Тут добавили, тут добавили, здесь тоже какую-то линию. Так, здесь ушли сюда, добавили. Переходим вниз на воду тоже. Такими, видите, рваными линиями добавляем. Добавляем сюда буквально штришочек. Сюда пошли линию добавили. Берем 0,1 линок и уже добавляем более тонкие и нежные линии, линии бликов воды. Ну и в целом движение воды, да. То есть такая очень получается эффектная подача и очень реалистичная подача. Можно где-то сделать даже потолще эту линию. Будет смотреться неплохо. Ну и птичек можно где-то добавить. Помните, мы с вами точками рисовали высоты. Эти точечки остались. И чтобы они не смотрелись так грубо, можно их превратить в птичку. А чё нет? А чё нет? Давайте на крышу ещё кого-то там посадим. Всё. На данном моменте я как любитель, как перфекционист, любитель доделать, всё, забыли. И вообще, да, лучше ставить таймер. Вот прям вот вам такое задание. Ставьте таймер, когда вы рисуете. Потому что нереально остановиться. Да, есть люди, которые рисуют, знаете, по ощущениям. Они чувствуют всё. Я больше не могу рисовать. У меня есть час, я час рисую, потом всё, закончила. Молодец. Я могу так часами рисовать, рисовать, мучить его, мучить. И этим я делаю только хуже. Потому что работа теряет свою воздушность. Она становится очень плоской. Она становится очень тёмной. Она становится пятном. А здесь, видите, у нас такая прям живость получилась. Где-то штрихи, где-то пятно. И всё вот так вот вместе сложилось. И получился очень-очень красивый такой скетч, такой вот кусочек всего нашего с вами разворота, который мы сейчас будем с вами дополнять. Следующий разворот, который мы с вами нарисуем, это не разворот, а точнее сюжет. Это вот такой красивый сюжетик с храмом Спаса на Крови. Что мы с вами сделаем? Мы мысленно с вами закроем вот эту часть. И вот этот кусочек мы его изобразим вот здесь. Получится очень симпатичным, очень красивым. То есть, грубо говоря, это кусочек панорамы, не полная панорама. Но всё-таки панорама здесь присутствует, поэтому как бы можно вполне себе её нарисовать. Итак, мы видим, что у нас есть перспективка тут, поэтому давайте мы её с вами изобразим. Так, я рисую вот такие наклонные линии. Рисую их сразу несколько. То есть, где-то это там толщинка нашего с вами заборчика. Кстати, вот здесь вот можно уже, опять же, не отрывая руки, нарисовать ботикан, да, который у нас присутствует на этом мостике. Только они там прям ровненькие-ровненькие, а я немножечко добавила от себя. Можно небольшую штриховку добавить. Но в целом и без неё даже будет хорошо. И давайте сразу поработаем с водой. Я возьму какой-то толстый пример. Давайте возьму прям 0,7. И вот таким образом, прям такими плотными, плотными-плотными линиями я нарисую воду. Потому что вы можете заметить, что тут идёт как бы отражение от этого мостика, и вода, ну, приближаясь к нему, она как бы прям очень-очень тёмная. Поэтому я этот момент изображу. И изображу как раз с помощью такой плотной линии. И, кстати, некоторые камешки тоже можно дополнить с помощью вот этого эффекта контраста. Вот прям некоторые добавим, да. Почему вы не знаете? Дальше возвращаюсь к 0,2. 0,2, 0,2. И рисую вот это вот здание. Так, провожу вертикаль. Она у нас, кстати, тут вот у меня тоже толщинка такая небольшая. А здесь, видите, это вообще какой-то заборчик, ещё один дополнительный. Оградка такая. И часть самого здания. Часть самого здания. Я рисую его под наклоном, потому что есть перспективное искажение. Крыша, не забываем. И вот такая вот какая-то геометрическая, да, фигура у нас получилась. Здесь, кстати, есть вот такое вот дерево. Его тоже можно нарисовать. И можно, и нужно. Лишний не будет. Почему бы и нет? Добавим такой жилости немного растительной. В нашу работу у нас в левом разворотике не было ничего такого. А в этом будет. В разворотике имею в виду панораму. Много раз будет слово разворотик. Ну, как-то так вот запомнилось слово. И теперь не вылезает из головы. Сам храм у нас находится на ровной горизонтальной линии. Теперь мы проводим вверх. Здесь он примерно здесь начинается. И нам надо помять верхнюю точку. То есть примерно она будет где-то здесь и здесь. То есть вот эти крайние точки, да. Примерно, ну да, я думаю, где-то так. Теперь можно взять первый линдер и начать прорабатывать вот это здание. У нас здесь что с вами есть? Толщинка вот такая вот небольшая. Какие-то детальки, да. Быстро двигаемся по листу. Прям давайте я засекаю вот сейчас время. И мы с вами стараемся за, ну не знаю, за 5 минут его нарисовать. Используем контрасты. Опускаемся вниз. Толщинку стараемся повторить по пропорциям. Еще раз вниз. И сами колонны. Обратите внимание, здесь колонна есть вот такая вот. Видите? Она очень интересная. Она разделена на такие кусочки. Поэтому мы это повторяем. Стараемся вот такие вот интересные какие-то кусочки, их подлавливать и далее использовать в работе. То есть вы можете пропустить там какой-то скучный карниз, да, простой. Вы можете там пропустить, не знаю, там одну из колонн. Ну почему бы и нет, да. Раз так вышло, почему бы и нет. То есть в этом не будет ничего сверх плохого. Но если вы как художник упустите вот этот момент с какой-то интересной деталькой и его не нарисуете, ну это будет большое упущение. Это будет упущение, потому что зритель внимательно это заметит. Он скажет, ага, я знаю это здание по вот его красивому, не знаю, там, по его красивому панно скульптурному, да. А вы его не использовали, не нарисовали. Ну, человек сразу будет предвзято относиться к вашим работам, поэтому зачем нам это нужно? Нам важно передать именно эмоциональную составляющую любой архитектуры и вообще всего, что мы с вами рисуем. Сейчас, кстати, я, видите, уже прям начинаю полноценно рисовать колонны. Рисую их такими очень плотными линиями. Где-то это сойдет за колонну, где-то затенет колонну, да. То есть вот просто без каких-либо... Я даже особо на референс уже не смотрю. Я поняла, сколько там колонн, я поняла, что они там имеют темную подоснову друг между другом. Видите, я этот кусочек, это здание нарисовала. И оно в целом получилось даже похожим таким. Очень на, как бы, референс на наш, то, что мы имеем по итогу. И вот здесь вот этот скучный, некрасивый контур ровный, я его делю немного и создаю интересный контур. Деревца, пожалуй, прорабатывать сильно не надо. То есть вот буквально там пару штрихов нарисовали и все. Потому что иначе у нас с вами все затеряется. Ну и самое интересное, почему все так ждали, так долго и так... Ну, так долго, да. Так долго ждали. Это, наконец-то, мы с вами нарисуем сам храм. И с чего мы начнем? Мы начнем с вами с лицевой части. Вот он наш квадрат. Вот он наш с вами полукруг. Полукруг и две вот такие прямоугольные какие-то части, да. То есть у нас есть с вами квадрат. Дальше полукруг. Уходящий куда-то туда завязание, да. Дальше у нас есть с вами такие вот прямоугольные стойки. Ну и можно вниз немного опустить. Видите, с помощью геометрических фигур намного проще рисовать вообще все, что только можно. Потому что мы сразу упрощаем себе восприятие какой-либо детали, какой-либо там, какого-либо объекта. Нам становится проще его воспринимать и проще его изображать. Я думаю, каждый из вас сталкивался с проблемой, когда вы начинаете рисовать какой-то для себя там непохожий, необычный, необычный для себя сюжет. И, ну, вы прямо сталкиваетесь с реальной проблемой. Я не знаю, с чего начать. Такое было у всех, такое было у меня, такое было, ну, я думаю, у всех, у всех, у всех художников, любителей, начинающих, профессионалов и так далее. Такое случалось со всеми. Потому что когда вы начинаете рисовать что-то новое, ну, без этого никак, всегда будет вот этот вопрос, страх начать с не того, да, там, ошибиться на первых порах, а как это потом исправить. Ну, и все в таком духе. Поэтому, ребята, здесь важно всегда упрощайте себе жизнь. Если вы рисуете там архитектуру, сводите ее до геометрии. Даже если вы рисуете человека, сводите его до геометрии. Потому что везде все равно будут присутствовать какие-то пропорциональные, да, изменения. Например, голова будет попадать в человек 7 раз, 7,5 раз, да, обычно, там, примерно. Вот этот момент подчеркните. Дальше, там, рука похожа на то-то, то-то. Пальцы, фаланги пальцев, там, на какие-то овальчики и так далее. То есть всегда стараемся упрощать себе жизнь. Так работа получится намного более правильной с эпидемической точки зрения. И они будут цеплять. А если вы будете долго-долго сидеть и думать, ну, как же я, я не понимаю, я такого не рисовал, а с чего мне начать? В итоге вы к чему-то приделаете и начнете там, не знаю, с какой-то детали, да, малозначительной. Ошибетесь в пропорциях, потому что обращать будете внимание только на детали, захотите передавать их, а пропорции в этой работе, как и большинству, в большинстве работ, они все-таки самые-самые важные. Поэтому этот момент очень-очень важен. Упрощайте себе жизнь, не стесняйтесь этого. Это абсолютно нормально. И сейчас уже заканчиваю прорисовку какого-то более общего нашего с вами храма. Такая более общая прорисовка, она закончена. Теперь уже можно прорисовывать какие-то детальки. У меня, кстати, вот здесь было еще вытянуть немного линию, а тут прям совсем уперлась. Можно, кстати, вот это здание позади тоже нарисовать. Но так совсем слегка, чтобы не перекрыть переднюю нашу с вами панораму. Можно там на нем сделать, на вот такие вот какие-то колонны. Вот, видите, какая красивая воздушная перспективка. Прям туда мы куда-то ушли. Очень симпатично. Так, теперь мы начинаем рисовать детальки уже непосредственно нашего с вами храма. Есть, видите, там какие-то росписи. Попробуйте их тоже как-то немного подрисовать. Вот видите, тут я вижу вот эти квадратики, красивые вставки. Тоже и сделаю. Можно вот сюда продлить слегка наше с вами дерево. Лишним не будет. Дальше у нас вот здесь вот красивые такие кошки-арочки. Тоже их нарисуем. Очень важно, потому что они прям сюда очень-очень красиво они здесь смотрятся. Дальше мы уже вверх выходим. Здесь тоже, видите, красивые какие-то элементы. Можно, кстати, поработать с декором на пополах и его тоже подрисовать, попробовать. То есть если точечки, там точечка на какие-то. Если полосочки, полосочка на какие-то. Видите, красиво. Про окошки не забываем. Их тут немало. Окошки прям много. Про окошки не забываем. Здесь эти арочки. Здесь сами окошечки. И совсем слегка я еще вот здесь добавлю какие-то детальки. Но без сильного энтузиазма, да, без сильной проработки. Потому что у нас вот это вот через здание, ну в смысле храма, да, она у нас уходит туда, куда-то позади. И если я ее сейчас сильно начну прорабатывать, она у нас будет спорить с передней частью. Сейчас я возьму 0, второй линер и добавлю небольших 5 в работу. Кстати, можно даже взять что-то посерьезнее. Там 0,7 линер. Чтобы быстрее немножечко работу провести. Во-первых, выделю данную линию как передний план. Выделю вот эти линии. Можно выделить какую-то небольшую часть колонн на здании впереди. Можно выделить какие-то детальки на самом храме. Но без сильной детализации, без сильной проработки. Потому что все-таки у нас именно на заднем плане. Нам это важно показать. Используем быстрые движения. Не стараемся там поделикатничать. Немного добавим на воду. Немножечко добавим на мост. Все. На данном этапе работа вторая наша с вами тоже закончена. Вот здесь немного добавили на сам купол. Какой-то детальки, да? И все. На этом работа закончена. С вот этим сюжетиком. Мы с вами нарисовали вот этот кусочек. С храмом Спаса на Крови. В следующем развороте, который мы нарисуем, будет вот такой вид на Исаакиевский собор. И как раз, видите, здесь есть вот такой промежуток, который мы используем. И нарисуем его как раз вот сюда. Да, то есть она вот сюда вот наша встанет работка. И идеально подойдет, да, для прорисовки вот самого храма и водички. И как бы обтянет нашу с вами нижнюю панораму. Будет смотреться очень красиво. Так, с чего мы с вами начинаем? Я взяла мой первый линер, как обычно. И сейчас мне нужно повторить вот эти линии нашего с вами мостика, ограждения. Стараемся их повторить. Вот здесь вот оно немножечко зайдет. Ну, ничего страшного, мы его отступим слегка. Здесь можно какие-то вертикали добавить. Ну, такие прям совсем слегка. Толщинку добавляем. Вот таким образом. То есть видите, прям я очень не стесняясь так хуб-хуба поверх прям нашей работы нарисовала. Также добавляем горизонтали обязательно, потому что здесь вот они у нас появятся. Можно сразу там начертить, начертить, а нарисовать какие-то деревья, крону там, да, допустим. И погнали рисовать вот этот домик. Он у нас с вами протекаем под основу. И вот таким образом уходит в перспективку. Вот у него есть какие-то детали на фасаде красивые. Есть такой черточок очень эффектный. Не забываем на крыше всякие детали добавлять. Это всегда смотрится очень круто. И не забывайте про мой лайфхаб не убирать руку с листа. То есть вот давайте сейчас попробуем этот скетч нарисовать полностью одной линии. Полностью одной линии. Я не отрываю линер от бумаги. Это сложно сделать порой, потому что, ну, ты отвлекаешься, да, и все-таки получается так, что рука соскальзывает и переходит в другое место. Чуть быстрее, да, в общем, идет процесс. Но давайте попробуем, ребята, прям дадим для себя задачу не убирать руку с листа. Я буду за этим тоже следить. Мы с вами вот это здание в целом как прорисовали. Давайте двигаться дальше. Здесь у нас вот таких деревьев идут. Да, мы переходим сюда. Здесь тоже есть такое небольшое дерево. По мостику. Раз, дерево. Тут, кстати, вернуться можно дерево. Тут прям целая такая лейка. Рисуем. Не отрываем руку. Переходим сюда. Здесь тоже. Я немножечко отрывала сейчас руку, но... Надеюсь, она не красится. Ну, это правда сделать сложно, но это очень сильно, во-первых, ускоряет процесс, во-вторых, делает его очень таким, знаете, живым. Так, все, я все-таки оторвала руку. Но, с другой стороны, мы с вами деревья и закончили рисовать. Поэтому, я надеюсь, вы у меня не обидитесь. Еще слегка сюда добавлю штришочков. И все. Дальше мы с вами вот это здание нарисовали. У нас есть с вами основное здание, как бы, это Исаакиевский, да, собор. Поэтому, что мы с вами делаем? Мы находим вот эту линию. Так, она у нас вот. Да, вот здесь. И начинаем от нее двигаться уже непосредственно в правую и в левую стороны. Для начала в правую сторону. Рисуем домики. Они у нас уходят куда-то вот туда, вглубь листочков. По большей части мы здесь будем использовать вертикали и горизонтали. Потому что, ну, прорисовывать какие-то карнизы, там еще что-то. Это нам не нужно. Здесь такая более общая панорамка с такими более общими детальками. Здесь можно прорисовывать окошко. Здесь можно прорисовывать домики, как отдельные части. Да, то есть обращать внимание, где один дом заканчивается, перетекает в другой. Крыши. Крыши здесь интересные. Крыши можно рисовать, кстати, с помощью вот такого наклонного штриха. Будет смотреться симпатично. Очень много деталей на крыше. То есть попробуйте прям вот так вот. Очень много всяких деталей добавить. Какие-то там, я не знаю, линии по типу антенн. Какие-то линии по типу там труб. Потом, не знаю, может там что-то там еще идет. В общем, вот этот момент важно не упустить. И не забывайте, что на заднем плане вот такие вот детальки. Мы рисуем буквально одной линии, чтобы они у нас на бередний план не вылезли. То есть воздушная перспектива в панорамах это крайне-крайне-крайне-крайне важно. Поэтому мы за этим с вами следим. Очень четко. Кстати, вот сейчас, уже совсем скоро, мы с вами сможем рисовать сам Исаакиевский собор. Проверяйте всегда ровность ваших вертикалей. Сейчас я окошки порисую. Проверяйте ровность ваших вертикалей, потому что вы можете нарисовать прекрасную работу. Она будет прекрасна по цвету, она будет прекрасна по линии. Продолжаем работу дальше. Давайте деревья немножечко тоже заштрихуем. Ну, я бы даже сказала, не заштрихуем. Мы используем вот такие вот быстрые-быстрые линии, которые наслаиваются друг на друга. Поэтому здесь трудно назвать это штриховкой. Скорее, ну, наслаивание линий друг на друга. Далее, у нас с вами есть здесь крыша. У нас как-то начинается здесь другое здание. Поэтому давайте мы его нарисуем, чтобы дальше уже не отвлекаться. И крышу тоже сделаем. Она здесь, видите, какая красивая. Вот чем люблю Питер, так это этими прекрасными крышами. Боже, такая красота. Они такие сложные. На них очень много всяких натыкно-дополнительных деталей. Это просто прекрасно. Вот Питер-любовь, конечно, но я обожаю. Я даже как-то планировала просто приехать в Питер, пожить месяц и только рисовать. Только рисовать. Не работать, не гулять, а только рисовать. Ну, гулять разве что не по делам, а только в качестве какой-то скетч. Скетч нагрузки, пленэрчика. Ой, все мечтаю, все мечтаю. Надеюсь, когда-нибудь это случится. Пока поездки в Питер были или какие-то туристические, или же непосредственно рабочие. Дальше я на крыше здесь, видите, добавляю всяких деталек, про которые мы с вами говорили. И в этой работе, и в этой даже понемногу. Обязательно добавляйте всякие линии, не знаю, труб, каких-то ограждений. Это выглядит очень круто. Это очень сильно дополняет работу. И подчеркивает ее какие-то вот такие особенности, да, небольшие. Вот здесь, кстати, часть давайте с вами вытяну. Вот, сразу видите, она у нас пошла отлично. То, что нужно. И теперь продолжаем уже здание непосредственно, которое перекрывает у нас весь этот прекрасный Исаакиевский собор. К сожалению, не перекрывает, но ничего страшного. Зато панорамка получилась отличная. Крыша. Здесь тоже она очень интересная, красивая. С большим количеством деталек, с большим количеством всяких пристройчиков. Прям красивая крыша. Рисуем ее, нарисуем у нее всяких труб таких. Вот. Теперь берем 0,2 линер и давайте добавим пятна. Даже не 0,2. Помните, как вначале я использовала? 0,7 возьмем. И добавим, вот видите, здесь я добавлю такие вот толстые линии в качестве такой разметки. Вот так. А здесь можно добавить вот такие вот какие-то линии. Это вот эти столбики, да, и расстояние между ними. Можно поработать над деревом, сделать его прям таким контрастным. То есть, такими вот очень быстрыми линиями заштриховать какие-то его части, но не все. Плюс у нас вот здесь, видите, тоже было какое-то намекло на дерево, но мы его прям совсем не стали прорабатывать. Ничего. Вот. Деревья давайте и с этой стороны, на самом деле, таким образом, как-то заштрихую. Ну, просто хочется немного контрастов добавить, потому что именно эта работа, она получилась такой более легкой. И она как-то не смотрится в окружении вот этих вот плотных работ. Поэтому давайте мы с вами добавим ей контрастов. И уже когда вот сейчас, я уже заканчиваю с контрастами, я уже перейду непосредственно к рисовке Исаакиевского собора. И он у меня будет легкий-легкий, аккуратненький такой вот. Я бы даже, наверное, взяла номер пятый лидер, если я его найду, дорогие мои. Нашла. Давайте тогда им нарисуем детальки Исаакиевского собора. Здесь у нас, естественно, опять простые гематрические формы. Куполочек один, это вот куполочек второй. Здесь тоже, видите, одна деталь, вторая деталь. Дальше сами колонны. Раз, два, три, четыре, пять. Ну, я так нагладь, шесть. Вот так нагладь сделала. Поднимаемся все выше и выше. Здесь уже у нас скульптуры идут. Тоже их вот такими-то детальчиками показываем. Начинаем делать более суженный край. И сам непосредственно купол. И разминку. Добавим синие каких-то совсем небольших на вот эту часть. И верхняя часть с маленьким полочком. Вот. На этом мы работу данную. Почти закончили. Я говорю, мне очень трудно, честно, останавливаться. Потому что я большой перфекционист. И для меня всегда работа какая-то неидеальная. И с этим, честно говоря, трудновато жить. Сильно. Вот. Теперь на этом точно все, ребята. Закончили. Мы данную с вами вот работку. Данную с вами панорамку. И теперь давайте двигаться дальше. К следующей. Ребята, в качестве бонуса мне бы хотелось в качестве и бонуса. И вот здесь вот у нас местечко остается нарисовать дом Зингера. Лучший книжный магазин в Санкт-Петербурге. Не скажу на свете. К сожалению, у меня его все было. Но в Санкт-Петербурге так точно очень люблю туда ходить. Такое приятное место. Давайте его нарисуем вот сюда вот. Как дополнительный такой вот бонус. Такую детальку. И здесь уже еще нарисуем парочку. Например. Парочку еще панорам. Начнем мы с верхней части. И начну я, видите, прям с уголочка вот этого разворота. То есть, если вы квадрати рисуете, вы тоже начните именно с него. Итак, мы выбрали с вами размер. У меня он, кстати, примерно такой же, как и сама эта картинка. Поэтому нетрудно представить, что у нас по итогу с вами получится. Дальше у нас идет очень красивая скульптура девушки. Я ее не буду прорабатывать дословно. Потому что, опять же, повторюсь, у нас нет такой задачи. У нас задача нарисовать быстро, эффектно и похоже. Поэтому мы обращаем внимание на какие-то общие детали. Без излишней какой-то прорисовки. Здесь, кстати, тоже вам надо что-то сделать. Почему-то не надо. Помню, как-то приехала в Питер. И для меня всегда стоит одна из задач. И это посетить данное место. И я приехала и уже напланировала себе, что вот пойду, прикуплю себе книжечку. Потому что нашла эту книжечку по гравюрам. И так была счастлива, что вот именно в этом магазине, именно сегодня. Пришла, а он закрыт. И для меня это было такой невероятной грустью. Я так сильно расстроилась. Весь день был потом насмарку. В моей голове, конечно же, так-то нет. Потому что я прекрасно прогулялась. Но я так сильно расстроилась, что для меня это был прям удар. Что он был закрыт. Я так и не поняла, что тогда случилось. То ли его закрыли просто для какого-то мероприятия, или делали какую-то перестановку. В общем, я не поняла, что случилось, почему так вышло, почему меня оставили бедными, несчастными, без книжечки, о которой я давно мечтала. Ну, ничего страшного. Я хоть и расстроилась, но потом быстро от этого отошла. На следующий день уже напланировала себе кучу новых дел. И все равно прошло здорово. Поездки в Питер, они в любом случае классные. Поэтому я немножечко подуспокою. Сейчас, вот видите, я уже верхнюю часть заканчиваю. Я некоторые из окошек полностью заштриховываю. Ну, заливаю со штриховкой. Все-таки это вот стандартно, да? Такая штриховка бывает. А я все-таки делаю вот таким образом, своего рода закрашивание, чтобы получилась более такая живая линия, спокойненькая. И чтобы сам процесс был быстрее. Потому что все-таки я хочу, чтобы вы подчеркнули для себя какие-то моменты именно быстрого скетчинга, очень быстрого скетчинга, максимально быстрого скетчинга. И попробовали летом эти навыки применить, порисовать на улице, порисовать на пленэре и так далее. Потому что, ну, пленэрные работы, как бы сильно мы их любили или не любили, они правда дают очень-очень много какого-то вот, каких-то знаний. Потому что вещи, которые мы не заметили бы, рисуя в спокойной атмосферке дома, там, у себя где-то на даче, ну, как вариант, да. Мы их не заметим, а на пленэре они будут виднеться. Потому что добавляется еще такой небольшой стрессик. Все-таки люди ходят, нужно где-то ускориться, ветер, шум порой. То есть вот такие моменты они бывают, и они все равно действуют на псих по определенным образом, что вы как бы стараетесь чуть-чуть поспешить, не растягивать удовольствие. Вы понимаете, что работу дома вы можете делать там сутки, два, три, четыре, неделю, месяц. Ну, не важно. У меня некоторые работы могут и годами лежать, и я все говорю себе, Настя, Настя, ну, доделать, но доделываю их там через полгода-год. Ну, такое бывает, потому что некоторым работам перестает лежать душа, и они уже как бы труднее как бы отдаются. Здесь вот мне хочется в эту часть как бы перекрыть немножечко каким-то цветочком и листочком, как здесь. Сейчас я возьму 0,7 линер и уже начну им прорабатывать детали, потому что у нас в любом случае это не панорама, у нас это прямо, знаете, деталь такая, грубо говоря, фасадная. Поэтому можно и взять что-то потолще и уже поработать именно с какими-то деталями определенными. Так вот, некоторые работы делаются долго, и вот подобная техника, она подразумевает вашу максимальную собранность и быстротечность работы. Вообще прям без этого никуда, поэтому я стараюсь прям быстро работать вместе с вами, попутно еще что-то объясняя. То есть сама по себе я бы работы, конечно, идти быстрее рисовала намного, но так как мне еще нужно разговаривать, а знаете, говоря еще дополнительно, очень трудно работать, потому что мозг, он фокусируется не только на процессе, но и на том, что ты говоришь. Из-за этого порой трудно сосредоточиться именно на работе, начинает язык там заплетаться и так далее, просто потому что сразу два действия ты, грубо говоря, делаешь, да, даже не грубо говоря, а реально делаешь два действия, и возникают какие-то небольшие трудности. Также, видите, я здесь на фасаде обязательно сделаю вот эту вот небольшую, грубо говоря, зебру, это очень здесь нужно, прям вообще без этого никуда, это такая очень запоминающаяся, очень запоминающаяся деталь в этом фасаде, вот эти вот горизонтальные, не вертикальные, а горизонтальные элементы, поэтому без них никуда, обязательно их порисуйте. Вот в этой стороне, здесь видите, прям совсем темно-темно, поэтому давайте добавим туда тона, не забываем рисовать некоторые детальки, не все, на некоторые детальки это окошко какого-то, да, здесь можно сделать просто такую какую-то линию вниз, чтобы как бы вот эту часть, вот эту часть, да, ее как бы, ну, грубо говоря, забить, чтобы она у нас не была плоской и пустой, то есть все-таки сюда что-то надо подрисовать, а также у нас здесь красивое какое-то какое-то окошко красивое, оно видите, тоже в тени элементы красивые, вообще прекрасное, конечно, здание, оно очень приятный глаз, оно еще и оттенков таких приятных, очень, знаете, таких вот зеленый, он сам по себе приятный, особенно если он в таких вот, каких-то уходящих в медь оттенках, да, такая более не лазурное что-то, а вот что-то такое более спокойное, это всегда намного приятнее. Так, мы с вами эту часть сделали, я даже не знаю, надо в какой-то момент остановиться, давайте я сейчас доработаю вот эти кусочки, я здесь уже прям вот буквально пятно добавляю просто, я даже не смотрю на референс, я сейчас просто вот вижу, что где-то чего-то не хватает, например, вот здесь, да, или там вот здесь, да, мне кажется, что там пустовато, все, я добавила, и супер класс, и я молодец. Вот эту часть окошечка можно заштриховать, видите, оно у нас тут синий на референсе, вот так вот, и вот эту часть окошка тоже можно заштриховать. Окошки, мне кажется, какими-то очень ляпистыми, очень яркими. Вот, как-то так, вот такой вот у нас кусочек получился, мы с вами нарисовали вот эту часть, мы с вами, видите, посмотрите, как эта общая картинка смотрится, симпатично, да, то есть у нас есть и деталь, и панорамка, и такая панорамка, ну прям, ну вообще, ну вот, всю красоту Питера практически мы с вами собрали. На очереди у нас с вами еще две панорамы, вот такой вид на нашу с вами стрелочку, и вид на Казанский собор, ну потому что без Казанского собора, который у нас как раз находится рядом с нашим домом Зинкера, без него никуда. Поэтому я предлагаю, у нас они все-таки такие панорамки, они простоваты, ну в каком-то общем, в суетном таком вот в ряде, они у нас простоваты, форма, давайте посмотрим на форму, чтобы примерно распределить, куда какую мы с вами сделаем. Итак, верхняя панорама, давайте ее нарисуем таким, грубо говоря, простеньким языком, вот такая панорама, панорама Казанского у нас имеет такую основу, ну кстати, такая плотненькая, очень плотненькая, да, поэтому давайте сделаем так, мы с вами нарисуем вот эту прямую панорамку вот в этой части, маленькой, да, прям сделаем ее маленькой, дальше Казанский собор мы нарисуем с вами вот здесь, а вот сюда мы добавим еще какой-то элемент питерской архитектуры, я сейчас подумаю в процессе, что мы еще с вами туда добавим, я думаю, будет очень красиво, но вот по расположению мне кажется, то, что вот я сейчас придумала, да, это будет идеальная просто композиция, такая очень приятная глазу, итак, я беру ноль, первый линер и поехали рисовать, для начала мы с вами нарисуем прямую линию, кстати, обратите внимание, чтобы она была прямая, потому что видите, она у нас находится в центре композиции, и если вы вдруг сейчас ее как-то вот сдвинете, подвинете, это будет видно, то есть вот перепроверьте на всякий случай, чтобы она у нас все-таки была прямая, дальше мы с вами рисуем саму основу, да, оградку эту, и сразу поехали рисовать сами колонны, самые яркие такие элементы, они у нас имеют такой прямой угольник длинный в основании, дальше какой-то, я не знаю, балкончик и верхнюю часть, эти красивые элементы выскакивающие, и все, дальше, позади делаем еще более легкий рисунок, я даже, видите, не стала линией клинер, рисую тем же самым, но линии делаю попроще, а там также позади есть много всяких деталек, их тоже можно рисовать, вот этот мы еще на передний план вот так вот выделим, видите, просто пару движений рукой у нас вот эта часть уже вышла, у нас хорошенько, у нас, кстати, в референсе тень падает на левую сторону, а я сейчас сделала на правую сторону, мне показалось, что там будет симпатичнее, вы можете повторить за мной, ну или посмотреть по референсе, тут уже как вам удобно. Дальше, мы с вами отступаем немного места, его можно заштриховать, потому что, видите, там очень много каких-то построек, кстати, вот фонарики обязательно рисуем, то есть где-то мы их даже придумывали, вот, например, в этой работе, да, мы их даже придумывали, а здесь они сами по себе есть, они очень красиво смотрятся, поэтому давайте мы их тоже подрисуем, и само здание, оно у нас имеет там какую-то пристройку, дальше, саму вот эту вот верхнюю часть, ага, дальше опять вот эту часть, и здесь уже дальше идет опять какое-то вот здание, я не буду его полностью рисовать, то есть он у меня где-то вот отсюда будет идти, так, колонны не забываем, навскидочку, так вот, сколько их там, не знаю, но они, видите, близко друг к другу расположены за счет перспективного искажения, поэтому сколько их там, честно говоря, я даже не скажу, здесь вот с этой стороны видно, что их всего 4 получается стоит, ну, как-то так, да, можно между ними вот так вот как-то заштриховать, как вариант, потому что, видите, между ними там прям темно между этими колоннами, ну, сильно не старайтесь, вот прям выделите там немного внимания, потому что у нас, видите, очень издалека мы на это все смотрим, то есть у нас такая вот картинка должна получиться более, более абстрактной, такая, более спокойной, дальше у нас есть с вами вот эта часть крыши, какая-то вот здесь штучка стоит, и давайте крышу продолжим с вами, она у нас вот такая вот, спокойненькая, здесь можно даже повыше сделать, и на крыше опять же не забываем добавить элементов, точечек всяких разных, потому что без этого никак, смотрим на работу в целом, давайте даже берем наш референс, смотрим на работу в целом, естественно, пусто, вот здесь я бы еще добавила каких-то таких линий, птичку там какую-то рисовала бы, то есть в идеале, чтобы каждая наша работа, вот мы его сфотографировали, да, ваш разворот, что вы могли на отдельный листочек добавить каждый ваш скетч, и это была бы полноценная работа, то есть вот в идеале добиться именно такого эффекта, чтобы каждая работа смотрелась как законченное, ну, не побоюсь этого слова, произведение, почему бы и нет, сейчас мы с вами займемся водой, смотрите, ближе к непосредственно этому, да, ну, пирсу, назовем его так, делаем штриховочку и линии более плотные, чем дальше мы уходим, тем делаем их более свободными и тоненькими, и маленькими, то есть видите, вот сюда вот вниз, вот в эту часть, я прям совсем, буквально, вот таким образом нарисую линии, да, то есть совсем легко, а к пирсу я делаю линии очень плотными, таким темными, плотными, агрессивными, да, как угодно, вот таким образом, все, мы с вами заполнили вот этот кусочек, у нас он с вами получился очень даже приятный идти, согласны? сейчас все хором, да, согласны, в общем, вот такая вот красивая получилась у нас с вами панорамка на этот раз и дальше мы с вами уже как-то быстро пошли, как будто мы реально рисуем где-то сидя на пленэрчике, следующее, что мы нарисуем, это с вами это нарисуем Казанский собор, вот, Казанский собор, прекрасный, мабучий Казанский собор, он у нас с вами стоит на какой-то ну, естественно, да, на какой-то прямой, но честно говоря, мне не хочется сюда добавлять опять прямую линию и на ней уже рисовать, да, потому что у нас здесь есть две четкие линии прямые, это неплохо, просто они как бы есть, поэтому не хочется их сюда добавлять, поэтому я сейчас на свой страх и риск я попробую сделать линию вот такой, вот видите, здесь у нас же есть такая парковая какая-то зона, и мы ее сделаем сейчас чуть более нежной, без вот этой вот яркой горизонтальной линии, то есть вот куда-то сюда пусть идет эта тропинка, да, вот цветы у нас очень красиво идут, сюда идет эта тропинка, тоже ее подрисуем, и вот сюда уходит, тоже, да, вариант. Дальше у нас идет сам, сам Казанский собор, он такой вот немножечко расходится по сторонам, да, вот так, и вот его серединка будет здесь с этими красивыми колоннами и со всеми элементами, главными, входной группой со всеми. Ее мы рисуем сейчас, колонны давайте нарисуем, раз, два, и, кстати, тут немного, поэтому можно даже посчитать, повторить, как здесь оно есть, вот, у меня вот так вот оно будет, чуть, чуть покороче, чуть поменьше, так, по бокам рисуем основу, уже можно нарисовать, видите, он тут немножечко отошел от серединки, нарисовать вот эту возвышающуюся часть, она, она стоит на ровном таком вот квадратике, немножечко он у нас не вписывается в бумагу, что не очень хорошо, но, если бы мы прям чистить его рисовали и не вписались, это, конечно, грустно, но, так как у нас все-таки на листе много разворотов, ничего страшного, то есть тут, тут, конечно, не здорово, но ничего страшного в целом. Дальше у нас с вами идут вот такие линии по сторонам и обязательно, конечно же, колонны. Вот здесь вот, кстати, чтобы не делать длинные линии, можно вот какой-то такой а-ля сделать кустик, дерево. В какой-то момент, кстати, следите за тем, чтобы они растворялись уже потихонечку эти ваши колонны, чтобы они не были просто такими, прям, встают полки такие, и все, безэмоциональные, да, то есть нам важно вот так вот очень красивенько их туда увести, чтобы они потихоньку растворились во всей этой истории. Так, здесь тоже давайте добавим каких-то, я не знаю, деревьев, не таких больших, как вот в рейтинге, да, но давайте добавим, лишним не будет, мы потом возьмем 0,7 лидер, 0,5, 0,7 лидер, неважно, и еще немножечко с ними поработаем, чтобы прям вообще красота получилась, красота, ляпота, и как раз вот сюда какую-то детальку нам точно обязательно просто надо добавить, без нее просто, ну, никуда вообще, иначе прям пустота будет какая-то неприятная, а нам этого не нужно. так, здесь то же самое, колонны, колонна, 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 то есть я даже не колонны сейчас рисую, а наоборот, место между колоннами, темное такое, да, делаю на просвет, грубо говоря, здесь уже просто будет какую-то линию рисовать, а здесь, кстати, вот, вот эту часть можно сделать, так, она у нас квадратиком таким-нибудь поднимается вверх, поднимается вверх, спускается сюда, ну, примерно так, да, опять же, без излишней какой-то детализации, ну, чтобы было очень даже похоже. Так, у нас здесь снова будет какая-то колонка, колонна, да, внутри вот здесь вот здесь вот тоже будет сильное утемнение, и не забываем про деревья, сейчас мы их с вами порисуем, но будем рисовать их уже 0,7 линером, так, давайте-ка, сначала деревья, немножечко по низу, приземлим их как бы к земле, сделаем немного более, так, вот здесь вот можно сделать какие-то какие-то вот линии, ну, прям чуть-чуть, совсем слегка, немного, не надо переусердствовать, вот здесь вот можно сделать потолще линию, как бы выводя на передний план, да, дальше опять деревья, и опять мы их как-то снизу немного уплотняем, делаем темнее, такой небольшой рефлексик от земли, пусть будет у нас с вами, колонны по бокам, чем дальше от центра, тем мы их делаем темнее, чтобы тоже у нас с вами перспективка читалась, и вот здесь вот по бокам тоже сделайте линии прям такими плотными, плотными, толстыми, толстыми, здесь добавим, вот таким образом, вот посмотрите, какая уж красота получается, можно вот эти линии сделать, ну, не линии, разграничение верхней части по чуть-чуть, да, немного совсем добавлю сюда, но самое главное, вот это дерево с левой стороны на переднем плане, оно у нас такое прям большое, полноценное, видите, я очень быстрыми такими движениями полукруглыми, я его стараюсь опять же по низу, по низу, пройтись по нижней части, да, силуэтика, ну, и немного все-таки где-то давайте я его вот так вот заштрихую совсем слегка, ну, примерно, да, можно даже сеточку такую сделать, в данной работе это не будет плохо смотреться, потому что мы еще сверху сейчас по нему пройдемся, вот, смотрите, какая красота у нас получается, очень такой жодро поощущий сюжетик, хотя оставили мы его на самый конец, вот, вот наш Казанский собор, проверяем вертикали везде, если нужно, где-то доставляем эту вертикаль, ну, чтобы все-таки работа ровненько смотрелась, красивенько, здесь можно какие-то там ручечки добавить, какие-то пятнышки, будто оно туда куда-то ушло, да, слева, справа, и давайте вот эту линию сюда вот продвинем, вот, все, теперь, да, у нас вот прямо оно закрутилось, но последнее, прямо вот, честно говорю, немного еще силуэт дерева вот с этой стороны сделало немного более уплотненным, все, теперь точно все, и давайте с вами подумаем, что же мы сейчас расположим сюда, ну, прямо не хватает немного, кстати, можно, можно написать Санкт-Петербург и расписаться, согласны? я думаю, будет очень симпатично, вот здесь еще немножечко добавлю, видите, пустовато посмотрелось, вот здесь можно добавить для идеальности разворота какой-то такой вот линии, видите, чтобы вот эта часть, она тоже забилась штрихом и не смотрелась так вот как-то отдельно, ну, мне все-таки хочется сюда не просто надпись добавить, а прям непосредственно что-то нарисовать, поэтому я даже не знаю, ребята, может какую-то колонну нарисовать как вариант, хотя у нас нет таких маленьких деталей здесь, поэтому колонна сюда не очень сильно подойдет, у меня есть еще такой разворотик с мостиком, можно сделать его, давайте попробуем сделать его, я думаю, получится симпатично, к сожалению, не знаю, где это находится, но интернет заверил, что это Питер, поэтому давайте будем надеяться, что нас не обманули, не обухошили, иначе будет обидно нарисовать так много Питера, в котором вы уверены, а потом раз, и сюда добавим не Питер, так, я хочу нарисовать вот, ну вот как-то вот эту вот часть, да, примерно как раз, поэтому давайте вертикальные меня, дальше идем вверх, ну тут прям совсем геометрия, вот тут прям она абсолютная геометрия, прям на все тысячу процентов, какая-то красивая, не знаю, скульптурка, рисуем пока легкой линии 0,1 клиндера, да, особо пока вот как-то, можно, кстати, здесь сразу никаких, да, кстати, может мы такой легкой бы и оставили, потому что смысл нам, посмотрите, у нас тут темно, тут контрастик появился, а эту, да, мы сделаем очень легкой линией, будет очень красиво, добавим этих горизонтальных линий, мне здесь очень красиво смотрится, мне в целом очень нравится, как смотрится именно горизонтали в архитектурных элементах и фасадах, это выглядит всегда очень эффектно, это запоминающийся, потому что наш глаз, он привык видеть вверх, когда мы говорим об архитектуре, да, редко мы встречаем архитектуру, которые меньше нас по росту, да, обычно это что-то вот про вершину, про возвышение, поэтому, когда появляются горизонтали, которые как бы мысленно нашу с вами архитектуру, они ее приземляют, наоборот, делают ее просто шире, то есть просто расширяют ее горизонталью, нежели наоборот возвышают, это очень приятно всегда, есть в этом что-то такое прям чарующее, поэтому я подобные элементы никогда не упускаю, если я вижу, что вот у нас у Зингера, да, было это, есть такие горизонтальные яркие какие-то линии, я обязательно покажу, ну потому что правда смотрится всегда очень симпатично, вот, все, я этот кусочек нарисовала, вот сколько я тут с вами разговаривала, 20 секунд, самое главное показать общий элемент, вот эта вот, да, какая-то вот колонна, что-то такое, да, стойкая большая, на заднем плане нарисовать вот этот красивый кукол, все, буквально двумя-тремя линиями, не надо переусердствовать, лучше оставить так, вот в этой части я предлагаю взять вот наш разворот, нашу панораму и просто продлить крышу, вот эту штучку сделать, да, просто продлить крышу, на крыше обязательно добавьте каких-то элементов, потому что сама по себе вот такая вот штукенция, она будет немного делать работу простоватой, а если мы сейчас на эту крышу вот так поставим дополнительные элементы, вот как я сейчас сделала, будет очень симпатично. Дальше, давайте с вами вернемся к Казанскому собору, мне не очень нравится вот здесь пустота, а у нас здесь какие-то цветочки, поэтому давайте вот такими вот кружочками и круговыми штрешочками, кружочками и круговыми штрешочками, ребята, да, у нас тут уроки логопеда в том числе, мы с вами нарисуем вот такие вот какие-то клумбочки, цветочки, лепесточки, вот, уже прям хорошо, прям хорошо стало, мне нравится, очень прям так это эффектно, вот здесь можно немного воды добавить, ну, бликов, в смысле, на воду, а здесь наверху я как раз напишу, подпишусь точнее, и вам тоже советую свои все свои все работы подписывать, мне очень трудно пока определиться какой-то определенной подписью, я все время подписываюсь по-разному, иногда сразу несколькими вариантами, ну, ничего страшного, я из-за этого изначально комплексовала, а теперь думаю, что это даже к лучшему, что ж, ребята, мы с вами закончили прекрасный, на мой взгляд, очень такой живой разворот, целый разворот 20 на 20 сантиметров с изображением архитектуры, панорам, каких-то деталей фасады и так далее Санкт-Петербурга, мне результат очень понравился, я прям балдею такой график, я очень люблю ее, поэтому надеюсь, ребята, и вам тоже результат понравился, обязательно вы сутените со мной, присылайте свои работы, будем обсуждать, будем смотреть, лучше, конечно, использовать именно эти референсы, чтобы я смогла поправить вас прям максимально, как это только возможно, но если вдруг вы захотите заменить какой-то из элементов, например, дом Зингера заменить на какой-то другой, ну, это все обсуждается, пишите, будем договариваться, ничего страшного не будет, поэтому я никогда не против, если вдруг у вас есть прям место, место силы, одухотворение, которое вы мечтаете нарисовать, так с радостью, ребята, пожалуйста, рисуйте, никаких проблем не будет. Что ж, на этом нам с вами пора заканчивать, вы двигаетесь дальше по скетч саммеру к следующим урокам, мы с вами еще увидимся в рамках скетч саммера, поэтому не теряйте, всем приятного рисования, пока! Субтитры создавал DimaTorzok